Углеводы и работа над рельефом Некоторые углеводистые продукты усваиваются организмом быстрее, а некоторые медленнее. Это факт. Всем известен. Объясняется это тем, что все углеводные продукты имеют разный гликемический индекс. Те продукты, у которых он больше усваивается быстрее и наоборот. Следовательно, гликемический индекс это показатель скорости, с которой какой-либо нутриент переходит в глюкозу и попадает в кровь. И в таком случае не стоит пытаться заменить сложные углеводы. Понятно, что те продукты, у которых высокий гликемический индекс, усваиваются быстрее, чем те, у которых он низок. Все это необходимо учитывать в период активных тренировок. Перед занятиями лучшим вариантом будут продукты с максимальным гликемическим индексом. Они сработают намного быстрее и соответственно на занятиях от них будет больше пользы. Человек способен наращивать мускулатуру в том случае, если в его диете отсутствуют резкие изменения уровня сахара в крови. Чтобы минимизировать эти всплески, необходимо, чтобы в меню бодибилдера доминировали протеиновые продукты и пища с высоким содержанием жира. Так как у них более низкий гликемический индекс, повышение количества сахара не будет таким резким. Большинство людей имеет наименьший уровень сахара в крови сразу после сна. Ведь на протяжении всего времени сна в организм не поступало никакой пищи и уровень глюкозы неумолимо уменьшался. Исследованиями доказано, что взрослый мужчина получает больше всего углевода в виде мышечного гликогена в первые 5 часов после сна. Тогда же его способность сохранять гликоген достигает своего максимума. В течение дня эта способность уменьшается. Зато способность к сохранению углевода в виде жира увеличивается несколько раз. Значит, оптимальным вариантом диеты будет такое. В течение дня постепенно снижать процент содержания углеводов в пище, при этом увеличивая в ней количество протеиновых веществ. Многие спортсмены повышают свои результаты, распределяя прием различной пищи таким образом. Первые 6-7 часов бодрственных в пище должно быть 30% протеина, столько же жиров, остальные углеводы со средним гликемическим индексом. 6 часов спустя меню должно быть таким. 40% протеина, жиров и углеводов с низким гликемическим индексом по 30%. Еще 5 часов спустя половина всей пищи, протеины, 30% жиров, остальные углеводистые вещества с низким гликемическим индексом. Если рассмотреть эту схему внимательнее, то можно увидеть, что большая часть углеводов вводится в организм в начале дня. В этой схеме также отдано предпочтение углеводам с низким гликемическим индексом, из-за того, что таким образом уровень сахара становится гораздо более стабильным. В качестве исключения выступает 3-х часовой период, сразу после тренировки. Именно в это время стоит ввести в организм углеводы с высоким гликемическим индексом и большое количество протеинов в мышце. Это необходимо потому, что после тренировки появляется некое окно, которое дает большие преимущества из-за увеличившейся способности мышц к абсорбции высокогликемических углеводов. Диета может помимо увеличившейся мускулатуры принести большую пользу для здоровья, что связано с уменьшившимся количеством инсулина. Это приводит к понижению риска возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, улучшению снабжения тканей кислородом и стабильному уровню умственной энергии на протяжении всего дня. Диета, которая основана на принципе понижения количества углеводов, также даст возможность получить поджарое тело и стойкое здоровье. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok